В недавнем прошлом из-за отсутствия денег на содержание многие социальные объекты разрушались. Среди них бассейн детско-юношеской спортшколы по игровым и водным видам города Кентау. Несмотря на трудности, воспитавший немало мастеров спорта, даже участников Олимпиады, коллектив не распался. Надежды сплоченного тренерского состава оправдались. Реконструкция стала возможна после обретения независимости. «Строительство бассейна планируем начать в феврале 2017 года. На эти цели с бюджета выделено 230 миллионов тенге. Сейчас проходит тендер. Как будет выявлен победитель, подрядная организация приступит к реконструкции. После детального исследования изношенного бетонного основания проектировщики внесли в проектно-смертную документацию некоторые изменения». Первый этап реконструкции здания спортивной школы был начат 4 года назад. Затем финансирование было прекращено. Второй этап строительства начнется через месяц. В ходе работ будут полностью отремонтированы основания бассейна, трибуны, вышка и трамплин для прыжков в воду. «Постройка 63-го года рождения, это еще когда комбинат «Ачплиметалл» был. Здесь у нас проходили чемпионаты СССР, ВССР, Кубки Советского Союза проходили, чемпионаты Казахстана. Была развита водная пола. У нас очень сильная была команда выходец из нашей школы, наш воспитанник Игорь Загоруйко, он дважды участвовал на Олимпийских игр по воду в составе сборной Казахстана». Директор спортшколы говорит, что все эти годы опытных тренеров приглашали на работу в новые современные спорткомплексы, но они остались верны традициям и своему родному городу. «Когда открылся бассейн в Туркестане, очень сильно моих специалистов завлекали и деньгами, и ставками, и жильем, и так далее, и так далее. Все очень благоземные предлагали, но мои тренера хорошо оказались патриотами города. Они всю жизнь в этом бассейне работали и надеются закончить свой трудовой путь здесь, выйти отсюда на заслуженный отдых и, соответственно, возродить школу-план нашего города Кинтаун». Коллектив уверен, воспитанники спортшколы не подведут, лишь бы строители не подвели. Шинар Уразова, Монтай Ульбеков, Роман Примкулов, информационная служба, телекомпания «Утрар». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова